Добрый день, с вами психолог Робкова Наталья. У меня есть целый плейлист, где собраны психологические разборы разных фильмов. Сегодня мы разбираем с вами фильм «Кто боится? Вирджиния Вольф». Фильм 1966 года, фильм еще черно-белый, в главных ролях Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон. Эта парочка была супругами, причем была в реальной жизни дважды. Десять лет они прожили вместе, потом развелись, через некоторое время снова расписались официально и прожили ровно год. И снова разошлись. И что самое интересное, в этом фильме вот такого количества алкоголя, который пьют в этом фильме, честно, я не смогла припомнить другой фильм, где вот в таком количестве бы актеры, значит, употребляли. Ну, имеется в виду, понятно, что это игра, что они не в кадре употребляют, но, то есть вот еще только сделали, вот наливает полстаканища, только сделал глоток, он уже встает, идет, снова кидает лед и доливает. Делает опять два глотка, снова идет, кладет лед и доливает. И так все два часа фильма. Причем он доливает вот этот Ричард Бёртон то себе, то гостям, то жене. В общем-то, какая-то дикость. Я просто удивлена, что при таком количестве выпитого плохо было только одной там героине, вот, из молодой супружеской пары, потому что, по идее, там должно было быть плохо просто всем, и всех должны были увезти, значит, на скорой откачиваться. Вот, но и в реальной жизни и Элизабет Тейлор, и Ричард Бёртон, у них были проблемы с алкоголем, а также наркотическая зависимость. Мы все знаем, что Элизабет Тейлор и лечилась в клиниках там, в общем, и неоднократно. Вот, и вот в этом фильме тоже они много пьют, и в фильме показаны такие деструктивные, достаточно болезненные, созависимые, токсичные отношения двух людей, это вот как главных героев. И, как я понимаю, отношения в реальной жизни выглядели, ну, может быть, не так, как в фильме, но около этого, потому что скандалов и всяких страстей в их реальной личной жизни тоже было много. И приключений, и ссор, и так далее. Вот, я думала все, как же назвать это видео, потому что то мне хотелось назвать просто токсичная любовь, то созависимые отношения, то, не знаю, отношения, похожие на дурдом мне хотелось назвать. То мазохизм, и так далее. В общем, и тем не менее, я решила пока остановиться на таком двойном названии созависимые, токсичные отношения. Почему я хотела назвать токсичная любовь? Потому что бывают просто токсичные отношения, где нету любви, и люди, ну, на каких-то других сценариях их отношения держатся, но к любви это не имеет отношения. В этом же фильме между главными героями я увидела, что у них есть любовь. Пусть она странная, больная, какая-то издевающаяся друг над другом, но все-таки там очень много и теплых чувств, очень много привязанности такой вот глубокой друг к другу. Поэтому я бы все-таки сказала, что либо была любовь между этими героями в молодости, сейчас просто вот с годами так все зашло в такой тупик, либо она даже сейчас существует, но просто покрыта, скажем так, вот какими-то накопившимися обидами и неудовлетворением друг другом. Итак, значит, фильм интересный, несмотря на то, что снят давно еще черно-белый, фильм интересный, держит зрителя в напряжении весь фильм, не дает соскучиться, хочется смотреть-смотреть, что уже будет дальше и чем все это дело завершится. И гениально играют все актеры, все четверо актеров, просто прекрасно играют. Как вот, как в реальности, не невозможно оторвать глаз. Оскара дали, насколько я знаю, только двум женщинам, вот Элизабет Тейлор и второй актрисе молодой. Почему не дали, например, Ричарду Бертону, не знаю, считаю, что он сыграл тоже абсолютно вот оскароносным. Да и вот этот молодой актер тоже. Итак, что мы видим? Что мы видим? Мы видим супружескую пару, которая вместе уже 20 лет, и отношения у них строятся на том, что мужчина как будто бы в роли мазохиста, жена в роли садиста. То есть она якобы создает такую токсичную среду, она на него постоянно нападает, она давит на его больные места, на его комплексы, в общем, и так далее. Ну, как бы постоянно по нему просто вот как каток по асфальту проходится. Но он, муж, почему-то все это абсолютно проглатывает, терпит. Даже такое ощущение, что он уже ко всему привык. К каким-то вещам он улыбается, к каким-то вещам он снисходителен. Где-то он просто ее за все прощает, зная, что у нее вот такой характер, по-другому она не может. Где-то просто старается соскочить с темы, чтобы, например, приступ агрессии, ярости, который начинается у жены, чтобы его как-то купировать, отвести внимание. То есть выглядит это вот так, что вот она прям такая сволочь, там язва и, значит, там какая-то стерва ужасная. А он вот прям бедный, несчастный, жертва этих обстоятельств, терпила такой, терпящий свою взбалмушную, спивающуюся, в том числе слабую напередок, значит, жену. Выглядит это вот так. Но давайте немножечко копнем глубже и будем обращать внимание на детали. Будем обращать внимание на мимику, жесты, на каждую реакцию лицом главного героя, которого играет Ричард Бертон. И вы тогда увидите странную закономерность. Например, он, там ей, значит, только что эта Марта, да, главная героиня устроила скандал, только что она там грубила, хамила, опускала, обзывала. Он это все терпел. Потом она куда-то ушла, там гости, например, показать дом. И проходит буквально 10 минут, и он уже не может без нее, и он ей уже кричит, Марта! И Марта, значит, таким вот сварливым, недовольным, грубым голосом отзывается, что, типа, что тебе надо, там. Ну, вот так они разговаривают. И он, заметьте, и он сразу улыбается. У него прям такая нега на лице. И он даже и говорит, слышу знакомые нотки. И он сразу успокаивается. И он как будто бы уровень какой-то тревоги, вот что Марты сейчас нет, падает. Хотя только что она создавала дикое напряжение в этом разговоре, в комнате. И тем не менее, он 10 минут без нее не может. Второй момент. Создается впечатление, что он провоцирует ее вспышки. Чем именно? А именно своим спокойствием, своим игнорированием ее каких-то вот этих ярких эмоций, когда она хочет от него диалога, хочет от него включенности. Он ей там, я устал, я не хочу. Ну, а что ты хочешь, чтобы я как-то и болтал безумолку? Она начинает тут же заводиться. Я не болтаю. Ну, и так далее. Она как будто бы пытается его расшевелить, вывести на эмоции. Он на эмоции не выводится, и в итоге она эти эмоции у себя усиливает 10-кратно и идет в полный разнос. Еще вы скажете, что ну как же так, вот он жертва, он не может провоцировать агрессора. Да, вот эта больная тема, что может ли жертва провоцировать неосознанно агрессора или нет. С одной стороны, мы не знаем, мы же что видим в фильме? Всего лишь одну ночь этой супружеской пары. Мы не знаем, как они жили до 20 лет там, как они будут жить завтра. То есть это надо смотреть в динамике. Но потому что, тем более здесь это ночь, во-первых, игра на гостей, во-вторых, они все там напились, понятно, что поэтому вылезают наружу все скелеты и все демоны. Но, тем не менее, все равно отмечаем такую вещь. Когда Марта хамит, он либо снисходительно улыбается, либо да-да-да-да, как бы поддакивает, ну опять, как будто бы он просто снисходительно относится к ее вспышкам, либо лишь потом, когда она замолкает, он как будто бы начинает скучать по ее вот этой сварливости и гневливостью, и как будто бы еще специально какими-то фразами провоцирует, чтобы она что-то опять начинала такое говорить. В общем, не знаю, посмотрите, заметите ли вы это, но я это заметила, что здесь идет игра вдвое ворот. Я не заметила прям, что этот герой, главный муж, что вот он прям только жертва своей жены, во-первых, он ее выбрал, во-вторых, он ее выбирает каждый день все 20 лет. Понятно, что можно подумать, ну вот потому, что он на ней там женился, потому что она дочка ректора, как бы якобы из-за положения, из-за денег, еще что-то. Но не думаю я, что здесь дело в меркантильных интересах, не похож он на человека, который во главу угла ставит именно положение деньги, потому что мы сами видим, что он как был просто там сотрудником на кафедре истории, так и есть у него никаких амбиций, чтобы выбиться туда на уровень отца, например, да, своей жены. Он их не реализовал, как-то особо и не пытается. Какой-то роскоши там и красоте он тоже не стремится. Там эта Марта все в доме разбрасывает, какой-то хаос устраивает, и он-то спокойно к этому относится. То есть она пальто кинула, он пошел там, это пальто где-то, ну, убрал в коридор, она что-то еще где-то швырнула, он за ней поднял. То есть он такой, он как у слуга ходит, она посуду не убрала, он посуду со стола все уберет. В общем, я не почувствовала, что он с этой Мартой именно из-за какой-то выгоды. Наоборот, я бы сказала даже, что отец этой Марты и положение этого отца его тяготило, потому что Марта постоянно именно этим его и пыталась добить, сравнивая, что вот отец такой успешный, а ты так ничего и не добился. Он с этой женщиной, потому что ему комфортно и привычно именно в таких склочных отношениях, именно ему привычно быть униженным, ему привычно быть растоптанным, ему в этом, как ни странно, комфортно. По-своему, по-странному, но там есть определенный уровень комфорта. У него как будто бы спадает тревога в этот момент. Ему может быть неприятно, больно, но тревога спадает. А когда все хорошо, когда все ровно, когда Марта, например, лезет к нему целоваться и говорит, ну поцелуй меня, или ой, как ты прекрасен в гневе, ля-ля-ля, или просто все тихо, спокойно, он как будто бы начинает нервничать. Она орет, и он снова успокаивается. Возможно, это такая, знаете, проекция, когда человек сам не позволяет себе гнев, он его подавляет, он провоцирует на гнев другого, и другой выражает и свой гнев, и чужой. А этот человек вроде так, фу, выдохнул, как будто бы это он выразил свой гнев. На самом деле, это сделал другой человек за него. может быть, вы замечали, что может быть в вашем окружении есть такой человек, который вроде бы ничего особо такого плохого не делает, но вызывает вас агрессию. И два-три слова может вызвать в вас вспышку. И человек такой говорит, ну что ж ты такая нездержанная, ну что ж вот, что я такого сказала, там, или еще что-то. А вы просто взрываетесь, при этом с другими людьми вы не взрываетесь, с другими людьми у вас вообще такой реакции нет. И вы не можете понять, почему именно с этим человеком на него идет такое сильнейшее раздражение. На самом деле, человек определенными фразами включает вас и провоцирует на вот эту вспышку. Но подается это все под соусом добра, там, мира и любви. Но на самом деле там есть второе дно, которое, в общем-то, и вышибается с помощью вот таких проекций. Здесь, как мне показалось, что-то из этой темы есть. И, в общем, понятно, что Марта сама неустойчива психически, такая истеричка и все такое. Но, и вот смотрите, заметьте такую вещь. Каждый раз, когда она, вот, например, ну, поцелуй меня или лезет к нему целоваться, он ее отталкивает. И она очень сильно расстраивается. У на ней прям лица нет, вот прям трагедия. И она говорит, почему ты не захотел меня поцеловать? Понятно, что можно найти кучу ответов, потому что ты сейчас там пила и курила. Или ты только что меня обзывала, и поэтому я не хочу с тобой целоваться. Но в данном контексте, в этом фильме, не совсем про это. Потому что, например, помните сцену в самом начале фильма, еще до того, как еще не пришла пара к ним в гости, они лежат на кровати, ну, как бы ждут только. Она сказала, что сейчас скоро придут. И она на него ругается, он снисходительно принимает, потом чего-то там он пошутил, она пошутила, они уже смеются, уже обнимаются. то есть, у них вот такой флирт, такая у них вот игра через вот такую агрессию этой Марты. И все, и вот тут вдруг Марта прям вот как-то раз, у нее вспышка нежности к нему, она прям его обнимает, ну, поцелуй меня, и видно, что это искренне. И в этот момент он ее отталкивает. Нет, и все. И на ней сразу нет лица. То есть, он ее, я так могу предположить, что он ее очень часто отвергает сексуально. И она идет в разнос на сторону. Причем он как будто бы, смотрите, он вроде бы отрицает, ну, точнее, не отрицает, а он ее осуждает за то, что она заигрывает с другими мужчинами более молодыми, симпатичными, да, например, вот с этим гостем, которого она пригласила. Она ведь его тоже пригласила, не просто так. Она его пригласила, потому что он симпатичный, молодой, перспективный. То есть, она уже на него положила взгляд, как на самца, как на сексуальный объект. Естественно, муж это просек сразу, поэтому у него была определенная такая, ну, агрессия на этого гостя, то он его постоянно там тоже поподзуживал. Но я что хочу сказать, он вроде бы Марту осуждает, Марта, прекрати, если он видит, что она заигрывает с ним, веди себя там прилично. А на деле, дальше, что он делает? Гости, например, в какой-то момент собрались уходить, он говорит, нет, останьтесь. Вы что, забыли, что Марта, дочка ректора, вам нужно, значит, связи налаживать. И вообще здесь всем командует Марта. Зачем? Он специально останавливает гостей. Зачем? Они бы сейчас ушли, и не было бы дальше никакого продолжения вот этого сюра, который дальше начал происходить. Но он как будто бы сам удерживает эту ситуацию. Он хочет все это довести. Вот он знает и так, чем дело кончится. И скорее всего, это уже было неоднократно. И что Марта может в итоге переспать с этим гостем, как только возможность такая появится. И так далее, и так далее. Вступить там в любовную связь. И что, и наоборот, что она может напиться, там ей будет плохо. И тем не менее, он не дает этой ситуации завершиться. А как будто бы сам ее педалирует и подталкивает Марту на эти действия. То есть, он мог бы это как-то все-таки скрутить, всю эту ситуацию. Но он этого не сделал. А ведь он может, когда хочет. Вот, например, когда Марта говорит, дай мне прикурить. И он ее очень здорово отбрил, муж. Он ей говорит, нет, ты знаешь, я там стаканы пустые, я от бурбона могу убирать, там еще что-то. Ночью как-то он там по-своему это объяснил. Но вот сигарету тебе прижигать не буду. И все. И она осеклась. То есть, он сказал, нет, и все. То есть, когда он хочет, он говорит, нет, легко. Он также мог сказать, нет, этим гостям. Нет, и все, Марта, я устал, и, значит, никаких гостей не будет. Ты не одна здесь хозяйка или еще что-то. И она бы послушалась, она бы никуда не делась. Тем более, она уже несколько раз за фильм намекает, что ей нравится, когда он проявляет мужскую позицию. Ей нравится, даже она говорит, люблю, когда ты в гневе. Что такое в гневе? Это значит, ты отстаиваешь свою точку зрения, ты, у тебя есть свои границы, у тебя, ну, в общем, ты ведешь себя как мужик для нее в данном случае, потому что иначе в гневе все время находится только она. то есть, она ему и говорит, каким ты мне нравишься, какой ты должен быть, и я буду тебя слушаться, и я буду нормальной, меня не будет так разносить. Но он раз это, сразу это отодвигает, опять становится собой, вот такой вот, как бы, тряпкой половой, которую можно размазывать, значит, пополам, по стенам, и как будто бы сам позволяет, может быть, даже упивается тем, как его размазывают. И вот эта ситуация с ружьем, когда он вышел, всех напугал, да, из ружья вылетает зонт, он как бы, опять, вот заметили, Марта, как она сначала испугалась, они все испугались, но тем не менее, через вот эту вспышку страха, она его, давай обнимать, целовать, то есть она ему опять показывает, как же мне нравится, что ты меня сейчас поставил на место, что ты меня сейчас напугал, что ты как мужик сейчас повел, вышел тут с ружьем, что я сейчас вас всех перестреляю. Она ему говорит, вот таким я тебя люблю и уважаю, я тогда заткнусь и буду женщиной, а не вот этой Мегерой. Но нет, он опять раз, и опять вывернул после этого, и как будто вот это весь мужской поступок, так назовем его, замазал. Понятно, что выйти с ружьем, это не является хорошо, но я имею в виду мужской поступок, это имеется в виду попытка остановить поток вот этого, как это, как же это так выразиться-то грамотно, ну вот этот поток грязи, который она льет, он просто таким образом ее напугал, остановил, переключил внимание. Вот. Ну а потом как-то опять смазал все это. Ну и она его в итоге вообще не боится, естественно, вообще ни во что не ставит, она говорит, да ты слабак, ты ничего не можешь, ты меня убить, да не смеши меня, там я тебя быстрее убью. И все, и вот так вот они на этом и едут, на этом и живут. Так, что-то я еще такое важное хотела сказать, значит, да, по поводу того, что он ее как будто провоцирует, провоцирует, то есть он выглядит каким-то мазохистом, который сам поддерживает эту мазохистическую среду, и еще такой момент, он ее любит именно такую, заметьте, в конце фильма, несмотря на все, что она всю ночь творила, он ее нежно берет за плечо, там как-то ее поддерживает, там он ее, вот все равно вот с любовью к ней, я говорю, и даже ее вот эти вспышки, сварливый голос, вот для него это такое вот ощущение, как музыка флейты, а какая-то спокойная девушка, хорошая, ну, например, вот это вот гости, которые пришли, да, молоденькая жена, она явно его не заинтересовала, она его раздражала, потому что для него она бесхарактерная, такая же, как он, бесхребетная, которая закрывает глаза на то, что ее муж уже кокетничает, значит, с этой дамой для него престарелой, вот, то есть они похожи, и поэтому его раздражают такие женщины, потому что, понимаете, это его зеркало, вот, а вот эта Марта, это теневая сторона, скорее всего, этого Ричарда Бертона, это то, что он сам себе не позволяет, эта часть у него в тени, и поэтому за двоих отдувается Марта. Почему ведет себя так Марта, и почему Марта выбрала себе такого мужа, значит, тряпку, и которую она специально этой тряпкой делает, продолжает, то есть его там удерживать, может быть, потому что у нее есть свои комплексы, и если рядом будет сильный мужчина, уверенный в себе, умеющий, уважающий себя, который никогда не позволит так себя с собой вести, возможно, в чувство неполноценности, неуверенности в себе, уязвимостей провалится Марта, и поэтому она такого мужчину не выбирает, она выбирает вот эту размазню, которую она радостно по стенам и размазывает, поэтому, скорее всего, теневая сторона, да, есть такое понятие в юнгианской психологии, тень, вот у нее, ее тень, это, наверное, как раз ее муж, и она может провалиться, вот, в такое состояние, если рядом будет сильно уверенный в себе мужчина, самец. И смотрите, что она еще делает Марта, она унижает мужское достоинство, как мужа, так и потом вот этого гостя, с которым она все-таки вступила в любовную связь. После секса она через некоторое время начинает его опускать, намекая на то, что да, он там вообще никакой, что она разочаровалась, он начинает оправдываться, говорить, слушай, ну я столько выпил, как я там тебе могу быть супергероем-любовником, ну и тем, и она из него тут же начинает, что делать? Подобие своего мужа. Управлять им, понукать и говорить, так, иди дверь открой, иди там вот это ведро туда поставь, то есть ты слуга, слуга, слуга начинает его вот это, и он сначала сопротивляется, но сопротивляется очень вяло, и буквально с третьего там ее там крика, что пошел, открыл дверь, там кто-то стучится, он пошел, и он, а да, все бесполезно, и пошел открывать, видите, моментально сдался, то есть она из него, из этого бы тряпку сделала, она вот из всех этих, ну и вообще то, что этот гость повелся на вот эту Марту, стал с ней кокетничать, заигрывать, потому что, во-первых, сам ходок, во-вторых, он еще понимает, что надо с ней иметь отношение, потому что она дочка ректора, а он такой меркантильный, он как раз про продвижение вперед, и про всякие связи выгодные, он потом признался с пьяном, что и женился, то он в общем-то на деньгах, а не на этой девушке, потому что она из богатой семьи, вот, и в общем-то Марта почувствовала, что в общем-то он тряпка, из него эту тряпку можно дальше делать, вот, такие дела, такие дела, и реально в жизни, такие супружеские пары, такие пары существуют, я знаю реальный пример, их несколько, прямо из моей жизни, ну не из моей жизни, а из жизни моих знакомых, я наблюдала такие отношения, и даже продолжаю наблюдать, и обоих все устраивает, обоих все устраивает, жена периодически унижает мужа, причем особая любовь унизить прилюдная, когда гости или еще кто-то, то есть чтобы были свидетели того, как она это делает, он все проглатывает, и нормально, и так они живут, он ее любит, обожает, совершенно не, не планирует ни на что менять, она этим подпитывает, свои какие-то комплексы, через это самоутверждается, так люди живут, конечно там не такой же скач, как в фильме, но очень так, очень похоже на, вот, на что-то такое, вот, из этой серии, еще один случай, пара, я помню, мы просто ходили вместе на одну психологическую группу, и поэтому очень четко было видно, что у них за взаимоотношения, вот она точно, как в роли Марты, она могла устроить истерику, скандал, орать на ровном месте, там, где он вообще не виноват, причем тоже очень любила сделать это при свидетелях, или хотя бы один, чтобы был свидетель, она его размазывала, растаптывала, при том, что он симпатичный, он молодой, они ровесники, он зарабатывает деньги, она не работает, деньги он заработает хорошие, и несмотря на это, она чуть что срывалась, срывалась вот просто, у них не было нормального секса практически, почти вообще не было, и он был вынужден там, как-то самоудовлетворяться, то есть он находился в жесткой мазохистической позиции, он ходил к психологу, чтобы разбирать эти отношения, как ему быть с женой, как вот это все наладить, но что самое интересное, в какой-то момент он как будто не просекал, что ему самому, как ни странно, это нравится, и он сам фиксирует отношения вот на таком, потому что когда стали дальше идти в дебри разбора того, что же происходит, потому что и жена ходила к психологу, и он, и вдруг выясняется, что как только она становится любящей его по-настоящему, они познакомились в молодости, у нее были такие теплые чувства к нему, когда она становится приветливой, хорошей, он вдруг отключает чувства, он отключает чувства и становится какой-то такой сам закрытый, ну в общем, как будто бы не дает взаимности, как будто бы остывает к ней, как только она включает вот эту Мегеру, как в фильме Марта, он включается, смотрит на нее и готов ей быть этим слугой, вот этим с этой снисходительной половой тряпкой и так далее, там покупать ей все, что она хочет, удовлетворять все ее хотелки, и просто в общем как бы со стороны создается впечатление, что она вообще какая-то тварь конченая, а он просто мега хороший человек, который любит вот такую, значит, тварь, вы понимаете, это вот так выглядит, такой мужик завидный, такой красавец с деньгами, и надо же вот именно такую полюбил, так у нее там и внешность особо ничего такого, и вообще какая-то странная, так еще и вообще там просто его ни во что не ставят, вот такое ложное, повторюсь, впечатление создается со стороны, а если те вот кто больше знает про эту пару, кто прям участвовал даже в психологических разборах, по их собственному запросу, кто знает, как это происходит на бессознательном уровне, просто обалдеть можно, он такой ее только и любит, вот такая она должна быть, как Марта в фильме, помните, во второй плане фильма, там уже сцена около машины на улице, она говорит, да моя рука устала хлестать тебя, да ты именно такой меня и выбрал, ты поэтому на мне и женился, что тебе такая нужна, и вот это вот слово мне очень понравилось, моя рука устала хлестать тебя, она ему говорит, я устала быть такой, ты меня провоцируешь так себя с тобой вести, тебе почему-то так нравится, а я устала быть этим дерьмом, да, условно говоря, вот таким необузданным, значит, вульгарным и паршивым, но вот для того, чтобы сохранить эти отношения, приходится быть такой, точно то же самое происходило в этой паре, как только она в терапии осознала, что он остывает к ней, когда она становится хорошей и любящей, теряет интерес, она тут же переключается в Мегеру и начинает как резаная рать, потому что у нее внутри что? Дикий страх его потерять. Вот такие созависимые, токсичные отношения и у наших героев в фильме «Кого боится?» Вирджиния Вульф. Да, и в конце идет намек, что Вирджиния Вульф, это как будто бы главная героиня, которая играет Элизабета, боится саму себя, своих вспышек, своих туда, куда ее уносит и так далее. Ну, там такой намек. Но это вообще не важно. Я не вижу в этом какого-то глубочайшего там прям смысла. Весь глубочайший смысл это вот в этой адреналиновой, созависимой, токсичных отношениях. И это как раз тот случай, когда он мазохист и он поддерживает такую атмосферу в семье. Он тоже делает свой вклад в то, что эту, значит, Марту вот так разносит. Вот так раз другим мужиком, она была бы другой. Другой бы стороной повернулась. Это как помните в фильм так-так-так, экипаж. Наш советский фильм, старый экипаж. И там то же самое. Там есть герой, вот этот главный летчик, с которым жена вообще как с тряпкой с ним, как это сказать, обращается. Сына там подговорила, чтобы сын нового мужчину папой называл, а настоящего папой папу вот этого летчика не называл, называл его дядей и так далее. И вот сколько она ему больно там делает. А он прям по роли хороший, эмпатичный, любящий. Он ей все прощает. Если ему друзья говорят, слушай, ну у тебя жена, это вообще кошмар. Он говорит, да нет, ну что вы, что вы. Это просто устала, просто это нервы. То есть он абсолютно все оправдывает. А она с ним поступает ужасно. В итоге посмотрите, как она себя ведет с другим мужиком. С таким, знаете, более таким вот, как сказать, не парящимся, уверенным в себе, такой, в общем, ну я не знаю, он может быть и неплохой, но он ее там раз, там прижал к себе, там, ох, о, какая у меня баба там. Вот так. И ей это нравится. И с ним она шелковая, как не знаю кто. Все растаяло, все, и ничего не надо ее даже завоевывать. Она уже завоевана. А вот этого хорошего, доброго, эмпатичного, с глазами пьеро летчика, она будет вот просто, она его будет стирать в порошок. И чем более добрым он будет, тем сильнее он ее бесит. Вот заметьте, она просто бесится на его хорошесть. Ей не нужен вот этот хороший. Он ее раздражает, вот эта размазня, что он ее на место поставить не может, что он заткнуть ее не может, когда она действительно творит вообще не по делу. Вот, понимаете? И поэтому как бы она говорит, а, ну, значит, с тобой так можно, ну, вот тогда я тебя ни во что не ставлю. Ты мне не нужен, я тебя не уважаю, как бы там вот посыл. А вот этого простака, попроще, понимаете, этот летчик, но тем не менее, вот характер такой вот, терпеть таких вот токсичных дам. А она больше уважает того, потому что тот, с тем так нельзя, тот с собой так не позволит себя размазывать. В общем, вот в этом фильме экипаж, сценарий между этими героями то же самое, что между Мартой и Ричардом Бёртоном. Кстати, значит, интересные факты, что Элизабет Тейлор специально, ей нужно было поправиться к роли в этом фильме на 10 килограмм. Она поправилась. Кстати, в этом фильме ей всего 32 года, а она играет 50-летнюю женщину. Ну, понятно, что ей, во-первых, яркий макияж наложили, причесон такой сделали, и она еще поправилась специально, чтобы быть постарше. И потом много лет не могла сбросить эти 10 килограмм и даже периодически впадала в депрессию. Но вообще депрессии были ей свойственны, а также, как и зависимости разные. Восемь браков у нее было. Ну, из этих восьми два раза, да, вот она выходила за Ричарда Бёртона. Так что вот такие вот дела, такие вот дела. Что еще я не сказала? Что еще я не сказала? А, и вот заметьте, вот этот Ричард Бёртон в фильме, да, возвращаемся к Вирджинии Вольфу, он тоже ведь не всегда такой прям душка. Когда надо, он может и какую-то, как вам сказать, фривольность, и такую даже, когда вот не соблюдаешь дистанцию с человеком, сказать и гостю этому, и жене гостя. Заметили там, назвать жену узко, у тебя жена узкобедрена, узкобедрена или как там, ну, намекая на то, что там фигура у нее не очень. Потом им уже сказали, у нас детей нет, а он такой, а, что, вам домой пора? У вас что там, няньке домой надо уходить? Они говорят, так мы же сказали, у нас нет детей. То есть тут вот какое-то вот желание давить или на какие-то больные места, или наоборот, что-то такое вот узнать более сокровенное. Разговаривая вот с этим гостем, мужчиной, он специально запутывал его, давая ему какие-то ложные ответы. Ну, вот как бы не такой уж он и хороший, не такой уж он и пригожий, не такой уж он душка. Он тот еще, когда надо, тоже может быть и токсичным, и противным, и все такое. Поэтому я говорю, там человек с двойным дном. Так, 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 так. У меня еще есть разбор фильма «Качели». Посмотрите вот в плейлисте, да, по разборам фильмов. Там я назвала адреналиновая зависимость. Здесь тоже она, конечно, присутствует. Так, так, так. Что еще? Я сейчас смотрю. Тут у меня достаточно много записей. Ну да, и вот на улице, когда он ходит с этим гостем, они там разговаривают, пьют. И он уже такой, где моя Марта? Где моя любовь? Я говорю, это вот такая больная любовь. Они все равно привязаны друг к другу. Хотя только что это Марта там размазала всех по столу. Так, да. Фильм снят по роману Эдварда Олбин. Да, еще я, кстати, не знала об этом. Прочитала, что, оказывается, Элизабет Тейлор была чуть ли не 60 раз госпитализирована. То есть какое-то гигантское количество раз у нее была травма позвоночника, были постоянные бронхитные пневмонии, была оспа. Представляете, оспа переболела. Потом ей там удалили яичники, часть матки, потому что у нее была опухоль. У нее была гипертония, бурсит, лишний вес и потом еще рак мозга. Это вообще... Я, кстати, просто была удивлена, как так. Опухоль головного мозга в 97-м году, и она ее поборола, там, естественно, всяческими способами врачебными. В 2002-м у нее рак кожи начинается. То есть трижды человек болел раком разных органов. Тоже с раком кожи она справляется через сложное лечение, химиотерапию. А потом начинается проблема с сердцем. И у нее были две операции на сердце. И вот когда третий раз у нее там, у нее кровотечение из сердечного клапана началось, ей было 79 лет, несмотря ни на что, она дожила почти до 80. Да, здесь она уже умерла, не справилась. Вот это, конечно, вообще удивительно. И справиться с тремя видами рака, это сильно. Так. А, ну вот это, кстати, история про сына. Там они все про сына, про сына. И сначала я понять не могла, что происходит. Но потом я поняла, это вымышленный герой. Не получилось у них иметь детей. И они его выдумали, как персонаж литературный. И они поэтому и там с цветом глаз путались. То у него такие глаз, такие. То есть каждый придумывал, что хотел. То он вот такой по характеру, то такой. И в итоге он в конце просто при гостях придумывает, что этот сын погиб в 16 лет. То есть он как бы этого вымышленного персонала умерщвляет, чтобы уже больше он как вот выдумка, как фантом не существовал в их семье. И делает это специально прилюдно, чтобы уже нельзя было снова придумать эту историю и продолжить свои фантазии. То есть они уходят уже в такой мир фантазии, заигрываются этим, заигрываются вот при этих гостях. Может быть, от какой-то скуки уже этой семейной жизни, от какой-то безвыходности они начинают этот театр выносить наружу, чтобы были зрители, чтобы как-то что-ли интереснее жить было. Такой вот адреналин запускают. Да, тут я еще записала фразу, когда она ему кричит «С пустотой не сблизишься, потому что ты пустое место». Это вот как раз, когда она начинает с ним сближаться, он становится пустым местом. Очень интересно. И тогда она вынуждена его снова гасить. Ну вот, пожалуй, и все. Пожалуй, и все. В общем, в общем, резюмируем. Повторюсь, я реально видела и продолжаю видеть вот такие отношения в семье. Причем несколько этих семей, и они все очень крепкие. Они все по многу-много лет вместе. Все около 20 лет вместе. Все продолжается вот такие же отношения. Причем именно женщины там ведут себя токсично. А мужчины изображают терпил. Но на самом деле они являются серыми кардиналами и поддерживают вот такую вот игру с ними. И именно такие женщины. Чем женщине холоднее и неприветливее, тем им спокойнее. Кстати, вот я хотела сказать важную вещь. Я могу лишь предположить, почему вот этот главный герой, Ричард Бёртон, который играет, почему он стал мазохистом и поддерживает эту игру. Там, естественно, важный момент, что он рассказывает про некого героя, мальчика, который случайно из ружья убил свою маму. И через несколько лет, когда он ехал за рулем, там тот только получил какие-то ученические права, что ли, как не справился с управлением, они куда-то врезаются, а рядом сидел папа. И мальчик остается жив, вот этот папа, там 16 лет ему или сколько, или 18. А папа погибает. То есть получается, а потом выясняется, что это и есть история его самого. То есть он случайно совершенно убивает и маму, и папу. Вы можете себе представить, с каким грузом вины, стыда и ужаса живет этот человек внутри. И поэтому, возможно, поэтому он выбрал себе жену, которая его будет непрерывно хлистать. А она его наказывает. То есть его кто-то должен наказывать. Возможно, та же случайно убитая мама, жену как бы туда может ставить на эту роль, чтобы его наказывать. И тогда у него уровень тревоги спадает, уровень вины спадает, и он может жить дальше. А если его вот так не чехвостить, он, может быть, вообще не выживет. Просто умрет от сердечного приступа или еще что-то. А так, когда его наказывают, ему нормально, он может продолжать жить. Потому что он его наказывает, значит, он потихоньку отвечает за содеянное. Я могу предположить, что там вот в этом еще дело. Но если мы возвращаемся к... Да, и поэтому Марта-то и чувствует, что ее заставляют быть такой стервой. А она уже устала сама от себя, от этого разноса, который у нее происходит. Ну, и говорю, надоело ей это плетью быть. Поэтому она тоже в какой-то степени жертва вот этого сценария, в который она попала. Не только мужчина, но и она. Но если мы вернемся к реальным парам, про которые я говорю, там, конечно, таких ужасающих историй нету. Никаких таких детских травм и все такое. Но, тем не менее, вот такой вот люди живут и выбирают, и любят только такой сценарий. И каждый в этом сценарии проигрывает что-то свое. Как выйти из этого сценария? Ну, это длительная терапия каждого из партнеров. И не факт, что кто-то из них сможет выйти. Кто-то может сможет, кто-то нет, тогда пара распадется. Если оба смогут, либо пара выйдет на новый уровень отношений, либо распадется. Ну, либо никто не сможет, тогда они останутся дальше колбаситься, пока кто-то кого-то первым не доведет, в общем, до психосоматики или еще чего, до сердечного приступа. То есть там вот такой примерно. Потому что я помню, та пара, про которую я говорила, знакомые, они много ходили по психологам. И, вы знаете, ничего им не помогло. Может быть, конечно, они не туда ходили, не то делали. Такое тоже может быть. Может быть, надо было им немножко к каким-то другим психологам заглянуть. И они ходили, во-первых, к одному и тому же, то по очереди, то вместе. А надо было, во-первых, к другим походить, во-вторых, раздельно. И вот эту тему покопать. Но вот эта тема садомазохистических отношений, она такая глубинная. Там еще очень много, как сказать, сексуальных тоже таких штук уже закреплено. То есть человек-то может возбуждаться, даже когда его унижают, еще что-то. И это вообще очень тяжело сдвинуть с места. Вот эти все сексуальные фиксации, они вообще почти не сдвигаются. И человеку приходится оставаться дальше в таких же отношениях. Ну, в общем, как-то так. Но пробовать, пробовать что-то изменить внутри себя, если вам уже невыносимо, конечно, надо. Вдруг получится. Понимаете? И вдруг есть шанс на счастье, а не на какой-то трэш. Хотя для кого-то трэш именно является счастьем. Я знаю людей, когда они выходили из трэша, просто по обстоятельствам уже там развелись. И создалась более благоприятная атмосфера, появилась там другая женщина или мужчина, более спокойная, где вот такого уже скандалов и ярких таких звездочек нету. И супруг или супруга начинает скучать в таких отношениях. Скучать, вспоминать вот этих бывших жен или мужей, которые устраивали им там небо в алмазах. И вот понимаете, там все время идет двойное дно. С одной стороны, тебе хреново в этих отношениях, с другой стороны, тебе очень хорошо. И вот этот вот внутренний конфликт, как сказать, давит, не дает человеку выбраться из того клубка, куда он попадает. И то есть найдя нормального партнера, не факт, что этот человек, привыкший к адреналиновой зависимости, к такому, будет там счастлив. Он там и заскучает, он там начнет плесневеть, или она, не знаю, там куда-то пытаться смотреть на сторону, или еще что, или просто будет в каком-то полудепрессивном состоянии, потому что уже привыкли, привыкли, что кто-то заводит, кто-то мутит воду. Яркие, пусть и негативные эмоции создают ощущение жизни. Ой, ну в общем, такая непростая тема. Все, смотрите фильм, делайте свои выводы, пишите комментарии, если, может быть, я что-то упустила, вы заметили какой-то интересный момент, пожалуйста, пишите, это будет и другим людям полезно, интересно. Но я по всем моим записям, мне кажется, я все сказала.